И очень серьезная проблема. 75% опрошенных не знают, куда нужно обращаться, если нарушены права потребителей. Что мы можем посоветовать? Первое, к самому поставщику, продавцу товара. Если на месте не решается, письменно ему письмо, курьерская почта или нарочно. В течение 10 дней он обязан ответить. Если не отвечает, штраф для него 50 мрп. Второе, если он не ответил или его ответом недоволен потребитель, он уже пишет жалобу в комитет по защите прав потребителей или общественную организацию по защите прав потребителей. Третье, если ни обращение к продавцу, ни к полномочному органу вопрос не решается, тогда идет обращение уже в суд. Но первые два обязательные, то есть досудебный порядок урегулирования споров, он обязательный. В суде уже можно потребовать и компенсацию, и возмещение расходов на оплату всяких там экспертиз, исследований, и в том числе на помощь юриста. В конечном итоге для продавца это будет в несколько раз дороже, чем решить вопрос сразу же после обращения. А если вы забыли вот этот порядок, куда нужно обращаться, то в законе прямо указано, что каждый продавец обязан у себя размещать информацию, куда покупатель может обратиться с жалобой. То есть вот эти все органы, которые мы перечислили, то есть комитет по защите прав потребителей, общественные организации по защите прав потребителей, суд с телефонами, контактами, адресами, это должно быть вывешено на видном месте, в точке продажи. Да, то есть если вы пошли в супермаркет и там не видите этого списка, это уже само по себе нарушение прав потребителей.